Мы же сами, в принципе, сами приводим все к тому, чтобы сегодня как можно меньше уделять внимания человеку труда. У нас само позиционирование хорошей жизни поменяло свои, скажем, полюса. Если раньше хорошая жизнь была у того, кто работал, у кого был загруженный рабочий день, семьянин, династии, восьмичасовой рабочий день, новаторство ценилось, что-то еще. Ценился человек труда. И фильмы были об этом, и диалогия государства была. И человек труда, он изначально был впереди всех. То есть все делалось под него, потому что все крутилось вокруг этого. Сейчас все поменялось. Сейчас мы поменялись и стали гнаться за красными дипломами. Два высших образования, три высших образования. Но мы сами себе боимся ответить на вопрос, что ни первое, ни второе никому не надо. Ну, то есть оно не нужно никому. Зачем его? Зачем тратить десятилетия в никуда? Ради двух корочек, которые тебе в жизни ничего не принесут. При этом, при всем, у нас исчезли такие, исчезают потихоньку специальности, как слесарь, монтажники, крановщики, подручные рабочие, подкрановые рабочие, слесаря, которые работают на уже высокоточных станках, которые требуют и программирования, и все остальное. Мы теряем их, потому что теряем саму привлекательность человека труда. У нас в ПТУ как-то не принято. Не принято среднее специальное образование. Просто не принято, потому что, ну как же так? Все должны закончить высшее образование. И самое интересное, что и власть нас толкает туда, да? У нас ведь любая должность, так или иначе, должность, которая вводит в себя понятие управленческой, включает в себя высшее образование. Зачем это делать? Чтобы потом скрывать тех самых политиков, которые купили себе образование во всеуслышание, или потом выставлять где-то на сайтах о том, кто у кого какую диссертацию переписал. Ребят, зачем это все? Зачем это очковтирательство? Но заведомо, если человек умеет управлять, если он хороший работник, если он потрясающий слесарь, который от слесарного станка, или просто от станка, дошел до управления заводом, а таких слесарей на моем счету, те, кто сегодня управляют огромными комбинатами, они практически все, вот они практически все прошли этот путь. Зачем тогда изобретать колесо и гнаться за теми, у кого дипломы? Дипломы, купленные в переходе, или не за посещение лекций, а этими самыми сынками, у которых богатые родители, и поэтому по праву своего богатства они получили дипломы, они все равно не умеют управлять, они не смогут. Потому что этому надо учиться. Это должно быть внутри. Это должна быть твоя идеология по отношению к собственной стране. Если идеологии нет, если ты не хочешь создавать в этой стране ничего, если ты не хочешь созидать в этой стране ничего, а хочешь просто потреблять, что заработали твои папа, мама, или кто-то там еще, то ты потребитель. Тебя тем более нельзя допускать никуда, ни к власти, никуда. Поэтому у меня иногда такое категоричное мнение по поводу того, что у нас династии, теперь, я вижу, приходят не на заводах, а в политике. Вот это меня очень сильно пугает. Я не хочу, чтобы династии приходили в Госдуму. Не хочу. Я хочу, чтобы в Госдуме были люди, которые реально думают о других, которые приходят туда не ради бизнеса. Госдума – это не бизнес. Это аппарат, который занимается законотворчеством для тех людей, которые туда их избирают. Потому что, оклеивая все города и веси собственными лозунгами «Мы против коррупции, мы сделаем вашу жизнь замечательными», потом эти люди об этом забывают. И потом забывают, что через какое-то количество времени опять себя вывешивают на тех же самых транспарантах, на тех же самых улицах, и опять те же самые лозунги. Вопрос к ним. Ребята, а вот недавно было то же самое, совсем недавно. Может, вы отчитаетесь за то? Может быть, вы скажете, почему не удалось? Может быть, в чем секрет? А может быть, в секрет – в вас? Потому что вас нужно поменять. Вас нужно поменять и дать молодым, перспективным, дать рабочим. Может быть, рабочим – да. Не обязательно спортсмены, не обязательно актеры, не обязательно певцы. Должны быть и рабочие в том числе. Которые действительно могут сказать, что происходит сегодня внутри рабочего процесса и внутри какого-нибудь комбината. Мне кажется, это очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!